Добрый день! 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 И пока там стали раздаваться крики ужасные, она всё поняла и от страха выскочила в раскрытые ворота этого дома. Она побежала по улице, не понимая, куда она бежит. И впереди увидела калитку, открытую калитку, и рядом с калиткой стояла женщина. Она закричала по-гречески «Спасите!». Женщина была турчаткой. Но она, услышав этот крик о помощи девочке, девятилетней девочке, она втолкнула её в свой двор, провела в дом, и со своим мужем, это была турецкая семья, она спрятала, они спрятали Ирину у себя в подвале, потому что они не могли её даже выпустить. Они боялись, боялись каких-то доносов, и что на их семью тоже подвёт расправа. Когда я спрашивала бабушку, сколько же дней она там просидела в этом подвале, бабушка отвечала, что я не помню, но это мне казалось, так было долго. Они открывали погреб, пускали туда девочку, свою дочку, у них было двое детей, мальчик и девочка. Девочка с ней играла в куклы, давали кушать, но страх был такой, что они боялись её даже поднять в комнату, потому что, не дай Бог, кто-то что-то увидит или услышит, и до них, донесёт на эту семью, просто, ну, все бы погибли. Но по соседству с этой турецкой семьёй проживал грек со своей семьёй Константин Кесис. Он, турок, знал, что, вот хозяин дома знал, что Константин готовит выезд своей семьи в Россию. И решился пойти к нему, к соседу, ну, они давно жили, проживали на этой земле, были соседями. Он пошёл к нему и доверился, рассказал, что прячут девочку-гречанку у себя в доме. Решился. И в результате их совместных переговоров, различных манипуляций с документами, какие-то планы, подкупы таможни, подкупы работников в порту, в общем, в результате всего этого они решили, что Константин Кесис со своей семьёй вывезет и Ирину, потому что он считал своим долгом спасти девочку-гречанку. А Константин Кесис, он уже принял, добавил к своей фамилию приставку «Оклы», потому что тогда были условия для греков, для проживания в Турции, что вы берёте или веру меняете, или фамилию. Вот так появилась приставка «Оклы». И в одной из воскресных дней вышла турецкая семья в Морпорт и взяли место своей дочери, которая была такого же возраста, Ирину. Они вышли как бы на прогулку. И в последний момент они подтолкнули к семье Константина Кесиса Иру, и она села на корабль, и они поплыли в Россию, к берегам России. Вот так состоялось. Спасли девочку, спасли Константина Георгиевича маму. Я, конечно, не знаю, пели ли тогда греки песни, но, наверное, думаю, что-то они пели. Наверное, думаю, они о чём-то разговаривали. И вот сейчас вокальная группа в память о матери Константина Георгиевича Ирине Христофоровне, 905 года рождения, девичья её фамилия была Папандопула. Они исполняют песню, которую пели тогда все греки. И сейчас сидящие греки тоже наверняка её вспомнят, потому что пели эту песню и бабушки, дедушки. Также и напевала её и моя бабушка, мама Константина Георгиевича. Песня о море, о рыбаках, о красивой и счастливой жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все было хорошо Ирина выросла Ирина Торзок 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 В свободное от учебы время Мальчик серьезно увлекался рисованием Особенно ему нравилось писать пейзажи Успешно окончив 10 классов Костя уезжает в поселок Шартанды Карагандинской области И устраивается работать на мебельную фабрику Одновременно учится в ремесленном училище По специальности мастер-краснодеревщик В 1958 году Константин Кесисоглы Получил диплом Московского университета искусств Окончив заочное отделение Факультета рисунка и живописи Надо сказать Константин Георгиевич неплохо писал маслом Особенно удавались ему пейзажи Пробовал он себя И в портретной живописи Первый портрет Был Константина Георгиевича Второй портрет Это его супруга Это старший сын Георгий А это младший Сын Он присутствует у нас здесь в зале А это уже Его акварель Пейзажи Работы Кстати, хочу, чтобы вы обратили внимание Здесь стоит 4 работы Константина Георгиевича Под одним общим названием Времена года Пейзажи акварели были написаны Константин Георгиевичем в разное время Но в основном Это были Пейзажи Кубани Краснодарского края Пейзажи 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 театральное отделение, и в 1968 году успешно его закончил. Слава о творческих успехах молодежного театра быстро разнеслась по всему Целиноградскому краю. Константин Кисис-Аглы предложили должность директора Дома народного творчества Целинников в городе Целинограде. И он, конечно же, согласился. В то время ему было всего 28 лет. Казалось бы, все его мечты уже сбылись. Он занимался любимым делом, у него была большая семья. Его любили, уважали друзья, коллеги, односельчане. Чего еще желать? Но никто не знал, что душа Константина Георгиевича все время стремилась на родину, в Сочи. Да, действительно, все было у нас в семье. И четырехкомнатная квартира, и прекрасная работа. Все было замечательно. А мать Константина Георгиевича осталась жить в Осокаровке со старшим братом, у которого было 9 детей. И она продолжала трудиться. Она продолжала помогать старшему брату. Нячала детей, воспитывала их в любви. И мы из Целинограды приезжали, и я, и Сергей, и Георгий, туда в гости к бабушке. И когда бабушку спрашивали соседи, Ирина, смотрю на твоих внуков, такие они все черненькие, какие-то они не такие. Вот бабушка улыбалась и говорила, а вы как на них смотрите? Вы возьмите мои глаза и посмотрите. Они будут самыми красивыми, самыми хорошими. Все односельчане гордились отцом. Отец мечтал о том, чтобы его мать с гордо поднятой головой ходила по улицам Осокаровки. И чтобы все только хорошее говорили ей о ее сыне. Потому что он продолжал ее безумно любить. И вот эту любовь к женщине он перенес и на свою супругу. Мы никогда не слышали о том, чтобы отец говорил как-то грубо, кричал, кроме того, что клавочка, 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 клавочка. Только так. Так же безумно он и любил и нас. Поэтому он мечтал, чтобы вся семья его приехала назад, сюда, в Сочи, где он родился. Чтобы его мама смогла свои натруженные ноги и руки опустить в море, в морскую волну. Ведь она столько лет не видела море. Вот столько лет. И он очень хотел ее этим порадовать. И вот это стремление его толкнуло на то, чтобы думать о переезде своей семьи. Хотя все родственники, которые оставались жить в Исакаровке, действительно уже гордились гостей. Гордились. Они даже составляли список. Отец всех приглашал в гости. У нас тогда был и телефон, и горячая вода, и ванна. Это Целиноград. Это большой город. В центре города квартира. И он всех приглашал. Они даже расписание составляли. Кто поедет на эти выходные в гости. Вот так его любили, уважали. И он всегда всему этому очень ярко смеялся, радовался, любил людей. И вот, будучи директором Дома народного творчества Целинников в Целинограде, он посещал различные семинары. Бывал он и в Москве, и в Ленинграде. И, конечно же, он однажды услышал там, что идет, это 60-е годы, наверное, более старшее поколение помнит, был призыв к поднятию культуры на селе. И он услышал, да, в кубанских станицах. Вот. И его приглашают возглавить театр в станице Павловской на Кубани. И только то, что это Кубань, и только то, что это все же ближе к его цели, он соглашается и перевозит семью в станицу Павловскую. Конечно же, это был для семьи, может быть, тогда и не лучший вариант, потому что старший брат уже начал ходить в школу, мы с младшим братом еще не ходили в школу, и мама была очень расстроена, потому что город Целиноград, красивые одежды могла одеть, тофельки, все это красиво. Всю семью выводили на выходные дни погулять, мы ели мороженое в кафе, ну, городские жители. И приезжаем в станицу Павловскую, и опять все сначала. Он говорит маме, Клавочка, пять лет потерпи, и мы обязательно доберемся до моей родины Сочи. Но задержались там на 13 лет. С приходом Константина Георгиевича Кейси Саглыев в театр, театр словно получил новую жизнь, вторую жизнь. Десятки успешных спектаклей, яркие запоминающиеся образы, восторженные зрители, дипломы, грамоты, аплодисменты, главные постановки того времени, божественная комедия, девятая симфония, а зори здесь тихие, стальной командир, коммунары, полк идет и многие другие. Актер театра Абатьянс вспоминал, здесь был очень выдающийся режиссер Кейси Саглыев. Прием вообще-то. Театр и загремел не только на всю страну, но даже и за рубежом. Поездка театра за границу в 1976 году со спектаклем «Полк идет» стала значимой вехой в актерской и режиссерской работе Константина Кейси Саглы, которую оценили по достоинству. Он наладил творческую связь с Краснодарским драматическим театром. Учитель Константина Георгиевича, ленинградский профессор Павел Милютин и режиссер Малого театра Петр Васильев давали высокую оценку постановков самодельного театра. За 13 лет жизни в станице Павловской Константин Кейси Саглы успешно поставил 23 спектакля. Павловский народный театр получил высокое звание «Народный самодеятельный коллектив». Константин Георгиевич был принят в состав Всероссийского театрального общества, несмотря на то, что он руководил не профессиональным, а любительским театром. О том времени вспоминает Ирина Панченко, дочь Дмитрия Митрофановича Панченко, который в свое время был директором нашего Дома культуры, затем уехал в Сочи. Но начинали они вместе с Георгием Константиновичем именно в станице Павловской, Краснодарского края. Ну что сказать об этом замечательном человеке Константине Георгиевиче Кейси Саглы? Это человек творческой судьбы, неутомимый новатор. Горящие глаза, белозубая улыбка, смех, чистого, целеустремленного, цельного человека всегда обезоруживали. Константин Георгиевич являл собой человека очень интеллигентного, талантливого, необычайно, целеустремленного, влюбленного в жизнь, в театр. И, конечно же, очень отрадно, что наши семьи очень дружили. И во многих своих каких-то поступках Константин Георгиевич всегда был для нас объектом для подражания, примером для подражания. Он обладал острым умом, неуемной энергией, обаянием. Он легко умел убеждать, зажигать своими идеями, увлекать за собой людей. Ему всецело доверяли. И, конечно же, всегда все при этом поражались его тактичности, терпению, настоящему профессионализму, умению работать с полной самоотдачей. И порой вот всегда засиживались долго, поскольку вот мой отец, Дмитрий Митрофанович Панченко, они работали вместе, папа всегда отвечал за музыкально-звуковое оформление всех спектаклей. И все-все спектакли, конечно же, мы смотрели, всегда приходили и на репетиции, приходили на репетиции, и это всегда очень-очень увлекало. И, ну, хочется мне, конечно, почему-то вот из всего обилия спектаклей, которые Константин Георгиевич поставил в Станице Павловской, мне больше запомнились эти спектакли, потому что детская память, она самая цепкая, и поскольку мы как-то все вот в этом творческом процессе всегда находились, вращались, смотрели, мне почему-то запомнилась вот первая постановка, хочется вспомнить первую, одну из первых постановок Константина Георгиевича, это спектакль «Платон кречет». Мама моя там играла одну из ролей, Валентина Андреевна, вот папа, как всегда, делал музыкально-звуковое оформление этого спектакля. Ну и мне хочется, конечно, вот немножко какую-то аналогию провести с главным героем этого спектакля, с Платоном кречетом, с доктором. Платон кречет, говорит, у человечества украдено солнце на миллионы лет. Мы возвращаем его недалек тот день, когда мы уничтожим преждевременную старость навсегда. Ну и вот сквозь весь этот спектакль, сквозь всю пьесу, как мажорный такой вид, мотив, проходит образ солнца. Так вот, таким солнцем для артистов театра всегда был Константин Георгиевич. Стремление к жизни, высокая мораль в жизни Константина Георгиевича они всегда имели место, потому что этот человек настолько был цельным, настолько был нацелен именно на счастливое будущее, на созидание, на то, чтобы украсить жизнь какими-то творческими победами. Ну и вот это вся, конечно же, вот всё это стремление в жизни для Константина Георгиевича всегда было основополагающим. Ну, могу сказать, что в жизни, если это было вне театра, Константин Георгиевич обладал прекрасным чувством юмора, умел всегда какое-то действие придумать и для нас, для детей, и для своих близких друзей, и эти перевоплощения на рождественских гуляниях, и какие-то ещё, может быть, там действия были интересные с переодеваниями. В общем, всё было настолько здорово и красиво, всё это было настолько эстетично и приемлемо и нами, детьми, и друзьями, близкими. Поэтому, конечно же, всё это отпечаток такой вот в нашей жизни, в нашем детстве, сыграло свою определённую роль. Мне он всегда говорил, «Ирина, а ты казачка!» Если вот, как говорится, в чём-то там я сомневалась или что-то там не так хотелось сделать, он не мог сказать так убедительно. Очень красивый, такой вот, настолько у него был яркий, необыкновенный взгляд. Человек прекрасной судьбы. Жаль, что очень рано ушёл, прожил яркую, жизнь кометы, которая пролетела, осветила собой жизнь близких, родных. И, конечно же, я знаю, что Константин Георгиевич много бы сделал ещё и достиг бы достаточно высокого положения вот здесь, в Сочи. Хотя я вот знаю, что приехали в Лазаревскую, естественно, были большие планы сделать какой-то театр открытый. Просто даже вот мы, когда на электричке в Сочи выезжали, показывали они места, вот где планировалось это всё сделать. Поэтому мыслей было много. Это были мысли Созидателя, это были мысли человека творческого. И поэтому я, конечно, с глубокой радостью хочу вот высказать слова благодарности Танечке, моей близкой подруге, с которой мы уже много-много лет, уже даже не сочтёшь, вместе. Я несчастлива, что она мне доверила поделиться воспоминаниями. Но это отнюдь не всё то, что можно сказать о Константине Георгиевиче. Поэтому я, конечно, благодарю этого человека за то, что он был в нашей судьбе. В 1978 году Константин Георгиевич приехал в Краснодар на семинар и познакомился там с Григором Мазлумяном, начальником Лазаревского отдела культуры Сочинского горы сполкома. Мазлумян сразу разглядел необычный талант Кесси Суглы и пригласил его на работу. И тогда ещё только строившийся дом культуры посёлка Лазаревское. Приглашения на работу Константину Георгиевичу поступали из разных городов. Он был достаточно известным в театральных кругах. Но мечта вернуться на малую родину Сочи и привезти сюда маму повлияла на его решение. С огромной радостью Константин Георгиевич переезжает в Лазаревское. В Лазаревском Кесси Суглы сразу же начал активную творческую деятельность. Из простых энтузиастов любителей театра он собрал труппу для своего театра, занимался с ними, готовил постановки. Константин Георгиевич успел поставить четыре спектакля. И все они имели большой успех у зрителей. А позже его театр получил почетное звание «Народный». И это все за четыре года. Будучи директором районного дома культуры, Кесси Суглы немало сделал для культурной жизни родного города. Он продумывал до мелочей каждое мероприятие, не боялся пробовать новые формы работы. Искал, мечтал, творил. Об этом периоде нам поведает директор художественного музея города Сочи Петр Хрисанов. Здравствуйте, дорогие мои лазаревцы, дорогие мои коллеги, работники культуры, дорогие мои друзья из Лазаревского Центра национальных культур имени Григория Сергеевича Мазлумиана. Меня зовут Петр Хрисанов. Я хочу немножко поделиться с вами воспоминаниями своими, относящимися к 1980 году. Тогда Центр национальных культур еще только строился и назывался он дом технической пропаганды. И тогда это стал Лазаревский дом культуры. Тогда во главе культуры стоял Григорий Сергеевич Мазлумянов, директором дома культуры был Митрий Митрофанович Панченко, а директором народного театра был Константин Георгиевич Чеси Соклы. Я с ним познакомился и как-то у меня сразу возникла какая-то неимоверная симпатия к этому человеку. И он сказал, да, хорошо, я стал работать с ним в народном театре. Я, наверное, многое могу рассказать из тех лет и забавных, и приятных воспоминаний, потому что только такие сохранились у меня, и у меня самые такие приятные воспоминания. Константин Георгиевич у меня только светлые, радужные и воспоминания связаны с его какой-то абсолютно невероятной личностью. Это был абсолютный гений. И после Санкт-Петербурга, представитель Ленинграда, после всего казалось бы, ну как приехать в поселок, работать в Доме культуры, все мои друзья остались в Питере, они там все уже стали сразу работать в художественных школах и там в других местах, и быстро стали членами Союза. Но я им совершенно не завидовал, потому что я работал с Константином Георгиевичем, и для меня в общем-то это было не провинция, это был первый край, это было очень интересно приходить, смотреть, как мы с ним стали, мы с ним он, я у него учеником был, хотя вот он номер 48 лет, я уже его 28 лет, на 20 лет пока пережил, но у меня до сих пор портрет стоит в кабинете и до сих пор самые-самые как бы теплые воспоминания и стали ставить мой первый спектакль, пойти и не вернулся, мне было очень интересно работать, я даже там какую-то небольшую роль играл в этом спектакле, и потом я помню, как он писал сценарий там по Шиллеру, мне казалось это невозможно совершенно, он писал картину, был прекрасным художником и конечно гениальный человек был Дмитрий Петрованович Панченко, вот три таких вот Титана как в эпоху Возрождения тогда были в Лазаревской и конечно же для меня был первым и единственным это Константин Гевардич и я помню как обычно наверное вы с этим до сих пор сталкиваетесь я уже давно работаю в учреждении искусства в Сочинском художественном музее и уже 36 лет его возглавляю и многое из того что я тогда за два года работал с Константином Гевардичем мне пригодилось потом по жизни вот я думаю что это была такая хорошая школа и не так долго проработав у меня остались вот такие вот воспоминания как все молодые все юные все красивые мы делали выставки прямо там рядом с Центром национальной культуры если смотреть на него лицо с правой стороны была типа старая при старой но она была знаете такой был большой забор зеленый такой тощатый мы на нем делали выставки своих лазаревских художников потом мы делали дискотеки потом мы снимали фильмы многие из этих фильмов они как-то до сих пор живы где-то у Жорика Босс если вы его попросите он вам их покажет там все мы были и одновременно и актерами и сценаристами Жорик у нас был извините что я так Жорик называю наверное там Георгия извините не знаю по отчеству вот был у нас там под главным и вот это первое время которое мы там жили там были оно было всегда как-то прикрыто большими людьми потом уехал Дмитрий Митрофалович и стал Сергеич был директором Дома культуры вот и я помню мы там сидели с Жориком Босс в кинобудке и что-то там немножко вино выпивали но как видите в то сих пор никто из нас не спился не стал алкоголик но наверное там не знаю ну как что-то символически вот и к Сын Георгиевич заходит и уйдет так все сначала что же мы там открыли он зашел посмотрел все оценил сразу говорит ну что вы делаете ребята потому что такая прекрасная вот что мы здесь все на траку и как-то вот это вот умение говорить с нами понимаете быть всегда нашим учителем руководителем быть выше многих и многих признанных каких-то всесоюзных авторитетов вот он для нас был первым авторитетом и тогда только-только набирали Дом культуры мы приехали он открылся впервые появился там скажем балетный кружок потом изо студия потом фотостудия но потом все очень быстро набрали свои коллективы и я знаю что многие стали народными и прекрасными актерами я потом был на концертах и просто поражался там уровнем профессионализма с которым уже вот владели тогда все вот студийцы которые ходили в разных студиях и мы делали много различных праздников и мероприятий вот я начал говорить я отошел в сторону я помню еще как готовились все к какому-то мероприятию к какому-то празднику вот и там весь Дом культуры бегал все там что-то крутились суетились на сцене вот мне Константин Георгиевич делал задание сделать выставку художников-любителей и я там вот на третьем этаже я не знаю что там сейчас там был большой зал я значит делал всю эту выставку а у меня Григорий Сергеевич он ходил ходил вокруг не увидел меня говорит где Хрисанов Константин Георгиевич подходит к нему так спокойно и говорит Хрисанов там на третьем этаже делает выставку один и как кто-то так умел подставить что вот мы тут все суетимся а он там один делает выставку и он как-то так вот все длины защищал я думаю что это один из тех людей с которыми мне лично повезло навстречу своей жизни я думаю очень важно чтобы человеку повезло навстречу с людьми тогда мне повезло как раз вот и насыщен с Константин Георгиевичем и с Григорием Димитром Афановичем с которым мы потом еще очень долго работали и с Григорием Сергеевичем потом он часто приезжал там в Сочи с своими поэтическими вечерами я был всегда неизменным их посетителем слушал его стихи и помню как-то еще в те годы в 90-е годы Григорий Сергеевич там какую-то первую книжку приходит там и говорит там значит Дмитрий Трофанович книжку тебе подписывают значит Дмитрию почти тоскому Константину Георгиевич говорит Константину почти святителю Руси или что-то там вроде или почти там в общем великому вот мне говорит Петру почти первому Константин Георгиевич тогда говорит ну ты можешь подписывайтесь от Григория почти Распутина такие вот воспоминания я не знаю насколько неуместно в официальной обстановке в которой это будет озвучено как-то вот все это тогда когда да сейчас именем Григория Сергеевича названо Центром национальной анахультуры его главное детище я знаю что все а я-то его помню как человека с которым мы работали говорили вот это был достаточно жесткий руководитель вот но я чувствовал всегда себя под прикрытием Константин Георгиевич и если честно то до сих пор чувствую себя под какой-то вот счастливой звездой которая и до сих пор мне каким-то образом она вот как-то помогает жить освещает ее всех вам благ дорогие друзья у Константин путь путь его неожиданно оборвался в 1982 году Константину Георгиевичу Кесси Соглы тогда было всего 49 лет его многие любили и уважали и равнодушным к этому человеку не мог остаться никто мы просим поделиться своими воспоминаниями Демьяненко Галина Григорьевна и босса Григория Константиновича я помню кончество спасибо Илья Горгиевна спасибо ну что мне тоже посчастливилось как и некоторые из присутствующих наступающих посчастливилось работать с Константиновым Георгиевичем слушать его репетировать с ним общаться это был как уже сказано неимоверно эрудированный многогранный человек познакомилась я с ним когда вот по приглашению отдела культуры он приехал не сюда в Сочи Лазаревское дома культуры еще у нас не было он только строился но мы занимались может быть кто-то из старшего возраста помните мы занимались в клубе курортные поликлиники то есть дом культуры строился а у нас уже дом культуры там работали проводили мероприятия были всякие кружки я принимала участие уже занималась в танцевальном кружке вот у Бориса Семеновича Демидова в лагерь бригаде Анатолия 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 Покорского и когда Константин Георгиевич приехал и начал создавать театральный коллектив то пригласила меня тоже в театральный коллектив конечно я никогда не занималась театральным коллективом это не было но была молодая мне хотелось интересно было поучаствовать в театральном коллективе ну и конечно не могла устоять когда Константин Георгиевич уговаривал и рассказывал что это и как это и первая роль которую я сыграла это спектакль руки трога на рассвете Томаса Колесниченко я играла наркоманку да когда он мне предлагал эту роль он говорит Галка я тебе такую роль дам яркую ты сразу станешь известна и будешь пользоваться популярностью здесь в Лазаревской ну когда я узнала что это роль я говорю да нет вы что я понятия иными конечно же сами понимаете мы тогда еще совсем не знали что такое наркоман да как это какие чувства может чувствовать наркоман но кто-то рассказывал интернета не было так вот я даже не курила я понятия не имела что это такое ну пришлось вот в роль вживаться да вот это спектакль был американской жизни вот для нас это было все интересно и необычно но действительно после того как я сыграла эту роль наверное сыграла удачно потому что меня начали узнавать я стала известна в Лазаревской вот иду по улице а клуб на поликлинике там было много отдыхающих и местные я живу и слышу сзади ты смотри наркоманка пошла мы потом долго с Константином Георгиевичем смеялись я говорю ну спасибо за такую роль действительно она для стала известна да на репетициях там ребенок мой бегает где-то годика три наверное четыре было там спрашивают чей ты ребенок чей ты ребенок да наркоманки в общем прославилась я но зато этот спектакль наш мы сыграли и получил театр звание народный коллектив вот звание именно этим спектаклем мы защищались да вторая моя роль более серьезная это уже когда мы сюда переехали это пьеса Василия Быкова по идее не вернуться я играла Зоську партизанку теперь уже вот вместе с Анатолием Кришталь мы вдвоем играли конечно это серьезная роль тоже было сложно потому что мы играли вот примерно в таком помещении когда зрители вот так вот сидят и ты играешь и как говорят глаза в глаза это ну сложно было но мы наверное справились потому что этот спектакль мы показывали в рамках всероссийского театрального фестиваля представляете к нам приехало человек 50 наверное корифеев театральных всего Советского Союза и конечно же получили хорошую оценку этому были представители и народные артисты в этом жюри и в работе этой лаборатории творческой вот ну вот как-то справились ну что хочу сказать что Константин Георгиевич для меня остался человеком который ну не знаю мы все были в него влюблены он так говорил красиво просто вот завораживающе смотрели на него такими глазами не только работники культуры не только вот те участники театрального нашего коллектива а участниками были и работники судоверфи и больницы и интеллигенция педагоги наши были то есть очень разнообразное такое у нас состав был разнообразный вот но его обожали даже вот наши руководители нашего района потому что всегда к нему прислушивались всегда он мог как сказали уже убедить зажечь и не знаю у меня остались только самые светлые впечатления спасибо а Я Георгий Константинович, а не Григорий Константинович. Опять вообще забуду, что я Константинович учил. В общем, дело интересное, но это немножко повеселее, потому что Константинович был человеком веселым, с юмором. Мы с ним очень много времени были. Он, можно сказать, как второй отец. Воспитывал нас, творческое начало. Я за клубом работал, как он называется, косметик, магнит-косметик. Там на втором этаже был клуб автотранспортного предприятия, и я там зарядовал. Пять тысяч достал еле-еле у начальца, чтобы поставить фонари цветные для мероприятий. Заходят Григорий Сергеевич, Гриша, и с ним Панченко и Кисисовы. Я их не знал. Мужик говорит, все кучу лявые. Так, открывай клуб. Что такое? Открывай, вроде, клуб. Он у меня начальник. Я клуб открыл, посмотрел, кейс, ну, включи. Я говорю, все, это не пойдет. Этот цвет не пойдет. Ну, что он команду идет вообще? Кто-то идет? Пойдет, не пойдет. Я пять тысяч еле-еле достал, чтобы повесить фонари. Не пойдет, это не театральный свет. Потом говоришь, молчи, молчи. Ты уровень не знаешь. Ты не знаешь уровень, молчи. Они говорят мне, мы тебя к себе возьмем. Так мы познакомились с Кисисом и с Панченко. Потом пошло дальше. У меня были джинсы порванные. Длинные волосы. А в тот момент они ставили спектакль. Пойти эту сюжет. Рукорол на рассвете. И там парень уехал поступать в государственный институт. И на главных ролях оказалось, что нет человека. Ну, и Костей Георгиевич один сказал, что он сказал, что он сладкий взять. Нашел меня, как я в клубе работаю, так. Пацаны, ты мне подойдешь. Я говорю, да куда я подойду? Какой актер? Не надо, мне некогда все. Он, конечно, был человеком таким, который мог уговорить, это точно. Он мне говорил, я пришел на первую репетицию. На первой репетиции понял, какой я бездарный. Сразу. Но подводить я только по человеку подвести не могу. Коллектив надо играть. Гарри был там в этом спектакле. Сцены там были жуткие. Там были наркоманы. И Крест был. Опера Иисус Христос. Все там было вместе. Джинсы, наркотики. А мы-то люди советские, правильно Гарри рассказывали. Вы не можем играть американцев. Какой там хиппи из меня там. Я комсомолец. В общем, весело было делаем этот спектакль. А потом, а как он, говорю, репетицию проводил. Я не верю. Ну, знаменитый сюда. Я не верю тебе, не верю. И вдруг такой резкий переход. Что вы все эти сволочи? Ну, кто такие? Кто вы такие вообще? У вас кроме вещей в голове ничего не было. Это все. И пошел. И ушел. Вот, что такое чувство человека? Заходит, вы мне поверите? Ну, вы так же. И все ему так верили. И Петя хорошо нам рассказал. Он как папа нашел такой. Особенно начитанный человек. Еще он был художником. В общем, он хотел сделать театр на природе. И в то время, в общем, мы хотели сделать из Лазарьской не в Освяки. Это на природе должно было устраиваться спектакли. И туристов привозить на автобусах. И показывать им спектакль там Шильвера. Там разбойники хотели поставить. Ну, что я еще хочу сказать. Крестик говорил так. Все мы уйдем, а картины останутся. Тут он очень любил живописи. И ушел. Картины останутся. АПЛОДИСМЕНТЫ Я слышала историю СИИ. Семья, конечно, необыкновенная. Я обратила внимание, очень похожа, Танечка, ты на бабушке. Просто копья. Это очень тяжелая история, конечно. И при всей этой сложности, вот таким человеком стать, насколько вот сейчас все рассказывали очень интересно, даже думают, что ж мне добавить, я не знаю. Единственное, так жалко, что он на самом взлете своей жизни, в своей творческой карьере, он действительно был новатором. Все настолько потянулись за ним. Все работники культуры, на тот момент я работала, все работали с ним с удовольствием. Я в этом рок-н-ролле на рассвете играла какую-то Барменшу, Бойли, как сейчас помню. В драматической песне я тоже там что-то сыграла. Конечно, у нас Галочка была прямой, очень талантливая. А я там то ли беременная уже была, поэтому долго мне не пришлось. Но очень хорошо знала эту семью. И Клавдия Станиславна очень любила ее бесконечно. Он действительно был настолько интеллигентный, настолько творческий, настолько по тем временам. Вообще зажигал. У нас, по-моему, театральное, я не знаю, никого не хочу обидеть, но на тот момент, да и сейчас, я не помню такого вот, я не знаю, театрального общества, сообщества. Все настолько загорелись этим театром. Он настолько был взрывной. И при всем при этом действительно интеллигент, творческий, красивый человек. Вот. Очень трудно говорить, чтобы не разрез. Вот. Совсем небесное светлое память. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Награжден медалью ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 края рекубани но вот так случается в жизни что бывает что люди имеют столько заслуг но не получают звание так случается в те времена давали очень сложно ну и сейчас тоже то есть когда уходил человек на пенсию а то и посмертно присуждали и такое было вот и такое случалось но слишком рано умер и наверное обратили внимание что как представили меня я есть это звание но когда его получала мне было неловко я очень долго думал ну как же так мой отец чьи заслуги но гораздо больше моих и он без этого звания а я со званием но с течением времени я себя успокоила наверное все таки в этом моем звании но не проходит все это как-то бесследно от людей которые отдают он всю жизнь отдавал наверное я так думаю ну как бы моя там четвертая часть а это все таки его звание оно нашло его наверное по мне еще хочу сказать будучи греком он всю жизнь развивал вот 13 лет на кубани он казачью культуру развел русскую он ставил пьесы известных авторов зарубежных авторов то есть он был полностью человек культуры и только здесь когда мы сюда приехали четыре года он здесь проработал из них все четыре руководил театром а два года был директором и он только здесь совсем перед смертью поделился со мной о том что все таки он рискнет взять греческую тему и хотел поставить антигону хотя автор был не грек там французский какой-то материал греческий да вот так правильно вспомнил георгий константинович вот и когда я опять волей случая не думая об этом когда григорий сергеевич предложил мне прийти сюда на работу это уже 90-е годы уже папы давно не было я пришла растерявшись семью и меня поддержала вдруг вся семья сказала и брат и мама и супруг и вот супруга брата иди как же я пойду я ничего не знаю про греческую как как я пойду работать ну вот как-то наверное бог помог или его и стала заниматься развитием культуры и сегодня вы видели детки пели да они тоже не греки но они изучают культуру вот это какая-то он занимался будучи греком другой культуры ну вот прошло время и другие дети других национальностей они вот в нем в них его желание и воплотилась наверное так может быть не совсем точно я выразила но наверное вы поняли о чем я говорю да продолжение идет от людей которые отдают которые привыкли отдавать так что спасибо вам огромное спасибо вам огромное Когда в осенних небесах Прожественную песню, когда читает приговор Всевышний палачу, над прахом братьев и сестер Зажги свечу свою. Не надо ворожить и прах, но в этот вечер Чтобы развеять мир прах, зажгите свечи Пускай умолкнет у вражды и злые речи На свете нет чужой беды, зажгите свечи Ничто не вечно под луной, никто не вечер Над сумасшедшей тишиной, зажгите свечи Ставьте чуточку добрей и человечней В своей душе как во вторе Зажгите свечи Зажгите свечи Зажгите свечи Зажгите свечи Субтитры создавал DimaTorzok